Мы приступаем к третьей карте на сегодня, финала, ну и это уже последнее, аллилуйя, 13.5 часов я нахожусь в эфире, это уже просто беда, ну смотрим, Red Bulls Defense, ложь за атаку, финал, Best of 3, третья карта, LAN Event в Санкт-Петербурге от Владислава Райского, пусть победит сильнейший, решающая карта. А решающая карта, ложь за атаку начинает нас катать и пока что они отыгрывают от инсайда, будут потихоньку заходить на точку, пытаться, жесткий флэш, отличная, первая голова, вторая, вторая голова от него, ну и пока на этом ограничился парень, ну и практически сотый, лол, он и так сотый, ха-ха, интересно, внутри игрока остается уже, у игроков ложь, товарищей жопа, нет, отпадает, Inferno Spike по фрагам на инсайде, начали поджимать уже команда Red Bulls, Ну вот последний игрок, а тут некит, некит, хелпа. Все, Red Bulls первый раунд, Defense взяли. Если Red Bulls возьмут больше 10 раундов за сторону Defense, то я думаю тут уже будет все понятно в сегодняшней встрече в третьей карте финала. Но посмотрим. Не будем загадывать, так как ложи могут показать хорошую игру, но это банальный фаст рампов. Фаст рампов, исполнение игроков ложи, прострелы, прострелы, вот ходят Тузов, Тузов, отличная хелпа от Тузова, минус один, товарищ Ежов хелпует с фамосом, ну и тут просто под ноль. Да, мне кажется это под ноль катка, так и есть. 2-0, Red Bulls забирают второй раунд. Ха-ха-ха. Блин, ну как... Интересно написал на Цукаше, но это беда конечно. Товарищ Ежов спрыгнул, но атака уже чуть-чуть притормозила. Нет, фаст раунда не поняли, что делать фаст раунд, особенно на рампы это гиблое дело. Прострелы, прострелы девятки, некит, забирает Тони. Первый игрок погибает. Второй метод, отличная голова, выбивает один девайс. Один девайс есть, идет, чтобы подобрать этот ган. Но тут два игрока ему вряд ли дадут. Конечно, Тузов не дает подобрать девайс, контроль. Есть всех позиций от игроков дефенса, но и спайк последний игрок, неждан. Неждан в спину заходит. Товарищ Ежов, третий раунд для Red Bulls, 3-0. Ну да, уже полвторого ночи, 120 человек в эфире. Не так много, как было раньше. Финал третьей карты, 3-0. Начало положено, 1-1 по картам. Смотрим, есть полноценный закуп у ЛОЖ. Одно ХП уже у жесткого флэша. Одно ХП, вы представляете? Идут прострелы различного ЛОЖ. Парни хотят показать, что они умеют, как они умеют простреливать. Ну и пока у них-то получается, так сказать. В Москве ЛАН. Ну окей, оповещайте. Будем комментировать вас в Москве. Москва Сити. Red Bulls остаются пятером, но один красный. Так, погибает красный жесткий флэш. Отлично, некий это делать. Моментальный размен забираем метода. Есть информация, что где-то на мейне находился этот игрок. Ну и улицу опять же отдают. С Red Bulls, вот сколько я не смотрел. Они, по-моему, всегда отдавали улицу своим оппонентам. Они спокойно заходили. Так, на желтый, на желтый контроле. Дерзкий, отлично. Мансанул Инферно. Забирает одного, второго, минус два. Вот Инферно Тузов. Отличная хелпа. Два в два ситуация. Два в два ситуации. Тузов и Йобо. Против спайка и Дерзкого. Так, прожимчик Тузов. Отлично. Отлично действует Тузов. Но сейчас Дерзкому просто-напросто в спину зайдет Йобо. И разберется. Так и есть 4-0 в пользу Red Bulls. О, вау. Что это за китайский? Что за китайский у нас погнал? О, господи. Парень с Китая зашел. Парни, переведите, пожалуйста, этот китайский язык. Просто, ну, Китай жесткий. Я думаю, надо его заблокировать. Извините. Но... Товарищ, придется вам дать блок. Тузов подрывает Тони. Но, опять же, атака присела. Спайк красный, дерзкий. Также красный располагается Скала. Плюс на инсайде. Но... Это максимум, чем могут похвастаться у нас на данный момент. Команда Ложи. Обидно, конечно. Так, так, так. Прожимчик. Метод выбивает девайс ушел с Коуфлэша. Инферный метод. Два игрока против четверых игроков Red Bulls. Вряд ли, что что-то смогут сделать. Метод неплохо прострелил товарища Ижома. Один в три. Один в три. И, ну, что ж. Как будет действовать? Сдулись. Ну, может, и сдулись, бригадир. Но, не знаю. Мне кажется, Ложь покажет еще что-нибудь за Дефенс точно. Но, хотя... Я не помню, кого мы сегодня смотрели на этой же карте. Если же Red Bulls. И уже просто в голове все смешалось. 5-0. Если же эту команду Red Bulls, то, конечно, шансов у Ложь не много на победу. За атаку Red Bulls всегда играли хорошо. Если же смотрели их. Повторюсь. Потому что в голове перемешались все игры, все команды, все никнеймы. Это... Ну, это просто Carvadoll. Тем более, все время практически разные ники. Ну, эти команды никогда не меняли. Но было много других. Так. На холодильнике дерзкий. Минус есть. Забирает некий. Это первый OpenFrag. Прошел выпад на желтую. На желтую. Один игрок в желтой. Хе под ноги прилетает. Есть информация. Начинает проживать практически модельку. Но нет. 4 в 5. Но не будем забывать, что это Дефенс. Холодильник падает. Отлично. Инферно на размене. Ну, как-то уже прошел чувак просто под девятку. Плент установлен. Ситуация 2 в 4. Плент вверху. На вилке один игрок также есть. Слева, слева, слева. Отлично. Забирает дерзкого йобо. Будут ли пробовать? Да, будут. Жесткий флэш. По-любому пробует. Отлично. Голова Инферно. Ну и теперь... Будет ли Дефать Даталова? Нет, не будет. Не дает ему это сделать мета. Да и в итоге первый раунд отходит в команду. Ложь. 5-1. Жаль, не даст второй. Ну, в принципе, да. Я с тобой согласен. Ну и то. Дастов мы уже сегодня пересмотрели. Очень и очень много. Вместе с Инферно. Хочется разнообразия. Я б Мираж посмотрел. Мираж было бы самое оно. Тузов прострелил. Неплохо. Смог насканировал дерзкого. Первый его забрал. Ну и тут банальные прострелы проходят у нас со стороны игроков Дефэнса. Атака опять же присела. Пытается настрелить желтую. Никого. Никого нет. Ну и так. Вот то сидят просто пока парни. И выжидают игроков. Но Дефэнс не пальцем делан. Они просто не лезут в команде ложь. Ну и Рэдбулл топ-1. Не знаю. Ложь так же нормально. Судя по второй карте парни. Готовили. Ту самую карту. Детускан. Так. Ну что ж. На рампах располагаются два игрока. Девятка. Один с другой стороны девяти. Но выхода нет. Просто стоят. Тридцать секунд до кончания раунда. Надо предпринимать какие-то решительные действия. Команди ложь. Ну и решают пойти на рампы. Там два игрока. По-моему без шансов. Двадцать секунд до конца раунда. Они не успеют уже поставить клэнт. И забрать пятерых игроков. Так. Йобоу. Справляется Стони. Спайк красный. А выход на точку А там билет. Да. Но товарищ Ежов не выпускает. Не выпускает. Еще и некит. На этом раунд завершен. Шесть-один. Рэдбуллсы. Красные быки. Да. Помним мы их. В прошлый раз они взяли. По-моему этот кап. Также в финале. Не помню. Три или две. Или одна. Три или две карты было. Не помню. Стримил Артем Лаевский. Но тогда. Финал также был неплохой. Рэдбулсы его затащили. Против кого играли. Уже даже не вспомню. Дерзкий минус. Жесткий флэш. На улице масса игроков. Под девяткой. Видел ли игрока. Товарищ Ежов забирает одного. Тузов. Хелпу. Где-то вот. Они спокойно зашли на мейн. На мейн вышли. Товарищ Ежов забирает. Стоуни. Два. В три ситуации. А так. Девятка. Девятка есть. Тузов. Минус один. Минус два. Товарищ Ежов. Седьмой раунд приносят команде Рэдбуллс. Семь. Один. Еще не все потеряно. Это был экономический. Два девайса выбили. Но ничего. Но сейчас у Рэдбуллсов конечно экономика есть. И даже после этого святого раунда у них не будет еще как минимум один раз. Семь. Да. Будет еще один раз в байраунд после слит. Так. Метод Инферно по фрагу. Остаются три в четыре парня. Уже поджим рампов прошел. Чуть-чуть настреливают игроков. Ёбя. Ёба. Ёбо. Точнее. Нет. Это не маты. Это просто такой никнейм. 1060. Ёбу. Так. Забирает первого игрока. Метод. Хорошо. Погибает. 15 хп остается у Ёба. Дальше. Дальше есть АВП. На скрипе. Будет отсматривать. Три в три. Опять же ждут время. Опять выжидают тайминг. У нас ложи. И у них-то не получается. Ну просто реально не получается. Хе-хе-хе. Все. На рампы. Выпад на рампы. На вилке. Никого пока что я не наблюдаю. Да. Там есть один игрок. Но по-моему он где-то внизу. Да. Внизу. Обнюхивает стенку. Ждет игроков. Его. Мне кажется. Не законтролят. Та и нет. Спайк. Отлично. Если бы не Спайк. Было бы все. Очень плохо. Жесткий флэш. 8 хп. Будет пробовать. Я не вижу в этом особого смысла. Ну и сэвид девайс. В принципе так же. Так как. Ну. У него сейчас все хорошо. Экономика стабильная. Второй раунд. Будет для команды ложь. Все. 7-2 счет. Царапаются. Царапаются ложь. За каждый раунд. Всегда разыгрывают. Ну есть конечно такое желание выиграть. Сегодняшний кап. Тут уже. Идет принципиальная встреча. 1-1 по картам. Выиграли вторую. После слитой. Карты. Дэнферно. А вот на третий. Дэнюк. Можно. Можно показать. Все на что способны. Экипарки. Товарищи жов. Минус 1 делать. Забирая метода. Прием рампов. Опять же на уровне. Йобоу. Справляется с Тони. Справляется с ним. Ну и так. А так же рампы. Так же рампы. Инферно. Минус некит. Ну и все. Еще один игрок. Надо прожимать прожимчика Тузова. Минусует спайка. Инферно последний игрок. Забирает жесткого флэша. Все. Планет подобрал Инферно. Уже понимает. Тузов дал полноценную информацию. Куда у нас погнал тот самый Инферно. Ну и будет. Установка пакета. Плэнт установлен. Хорошо. Один в два. Один в два. И все будут заходить. Как раз таки с девятки и мейна. Опа. Видел. Все. На холодильнике была информация. Надо дефьюз плэнт. Производить Инферно. Отлично. Один в один. Тузов против Инферно. Дефится плэнт. И не дефится Инферно. Среагировал. Забрав. Тузова. Семь. Три. Еще. Три раунда взяли. Тоже просто не у всех пацанов. Даже знаете. Летит. Вот это. А сейчас экономический. Да. Одни дефьюз киты. А так экономику надо поднимать. Уже. Семь раундов хоть и взяли за дефенс. Но опять же. Это маловато. Карта. Денюк. Позволяющая брать намного больше раундов. Даже экономические тут можно брать. Дерзкий. Минус. Товарищ Ижов. Так. Бэнт запустили. Запустить. Запустили. Ое. Вот это уже неждан. Ситуация 2 в 2. Тони и метод против жесткого флэша с девайсом и некита. Плэнт не на руках. Плэнт где-то потерянный. Так. Есть. Есть на скрипе один парень. Плюс один в плэнте уже. Тут смут. Опа. Увидел. Все. Надо забирать. Отлично. Один. Один патрон рандомный буквально. И парня забирает на скрипе у нас. А метод внизу. Как так-то? Он еще и с плэнтом все установил. Будет крайне тяжело его выбить из аквариума. Это метод. Это метод. Приятно познакомиться. Парень может выиграть этот раунд. Забирает красного некита. Жесткий флэш. Один в один. Не успел пройти. Не успел пройти. Как закрылась дверь. А так бы мог выиграть. Начинается дефьюз плэнта. Дефов нет. Все. Очередной взятый раунд за командой ложь. И это 7. 4 метод еще забирает. 7-4. Три раунда преимущества есть. Но опять же ложь. Играют на уровне. Собрались парни. Видимо поняли как надо разыгрывать раунды. Жесткий флэш. Один. Один. Ай. Я думал третьего будет. Два фрага от него. Спайк инферно. Дерзкий голова. Но тут перекрестные огни на планете А. Дерзкий последний игрок. Один. Мейн. Один. Девятка. А вот и девятка у нас рядом подоспела. Все. Да. Йоба ставит голову. Забирает восьмой раунд. В пользу своего коллектива. За что ему 200 рублей. Давай мне 200 рублей. 12 раундов позади. 8-4 Red Bulls впереди. У меня тоже есть экспрессик топовый. На 2000 гривен. Со 100. Товарищ Ижов забирает одного игрока. Это экономический выпад на точку. Выпад на точку. Дотыкал. Дотыкался уже товарищ Ижов. Уже даже двоих игроков. Опа. Что ж такое. Рассыпаются. Рассыпаются ложь. Но теперь надо брать по-любому им свой байраунд. Не зря же не делали экономический. Ну и скорее всего. Если они этот забирают. То борьба продолжится. А если нет. То это скорее всего уже 11 раундов за Red Bulls. И будет крайне тяжело. Ложь сделать. Комбэк за Defense. Все будет зависеть опять же от первой пистолетки. Вот уже 9 раундов взяли. По сути от нее все и будет зависеть. Пауэр скилл. Давай мне АКСГО. Жаский флэш. Минус Тони. Забирает его. Перестрелки. Ну неплохо. Пойдет. Прострелы различные пытаются сделать. Поэтому что-то упало у пацанов. Жесткий флэш. Жесткий флэш. Отлично. Забирает двоих игроков. Дерзкий последний. Товарищ Ижов не оставляет шансов парню на выходе. И в итоге-то 10-4. Как предполагалось. Да, я из Донецка. Именно так. Донецк. Да, но теперь уже не спешат. Не торопятся. А вот зря. Жесткий флэш. Наконец-то его кто-то угомонил. Сколько можно поджимать? Сколько можно поджимать? Я не понимаю. Инферно. Один фраг. Ну, тут уже все. Все понятно. Но 3 в 3. Надо брать этот раунд. Да, слушаю. Легенда Настя. Да, пустили. Но вот стрим это и есть мой заработок основной. На данный момент. Так что такие дела. Спайк и Стони. Вдвоем остаются. Плэнт на руках. 2 в 3 ситуация. Что-то пишет. Товарищ. Товарищ Ежов. Минус. Спайк. Стони. Последний игрок. Как дернул-то. Дернул товарищ Ежов. Очень даже хорошо. Ну и это 11-4. Притом это смена сторон. И лайфрестарты. Моментально. Ну как много. Немного, но хватает. Ну что. Ну что. Будем смотреть. Посмотрим как Red Bulls будут действовать. Не понравилось мне как играли ложь. Ну так сказать. У них была заявочка на победу. На взятие таких ну раундов 7 наверное точно. Но потом как-то потихоньку рассыпались. Дерзкий отстреливает первого игрока. Ну поджим. Поджим банальный. Пытается отстреливать. Инферно еще одного забирает парень. Ну Тузов. С неки там сравняли ситуацию. Тузов. Минус Инферно. И контр-террориствин. Это значит забирает ложь. Пятый раунд. 11-5. Ну неплохо. Первая пистолетка взята. Точнее вторая пистолетка в сегодняшней. Третьей карте. Но суть в том что. Ложь уже будут бороться до конца. Так. Хае гранаты прямиком в лицо. Не получилось сделать банальную аркаду рампов. А вот теперь получается. Перо не убьет. Не убьет. Некит справляется с Инферно. Жесткий флеш и некит. Два игрока располагающиеся на рампах. Один вышел. Жесткий флеш погибает. Некит. Вторая голова в раунде сгибла. Третья не будет. Не будет. Стоним. Забирает некита. Шестой раунд для команды ложь. Но если у ложь коэффициент 12. То у редбулсов где-то знаешь коэффициент должен быть. Ну 1.0.1. Ну примерно так. Пауэр скилл. Я тебе не скажу сколько. Но скажу мало. Я не брал. Не беру много слона. Вот такого. Я сам предложил. Чисто символическая сумма. Ничего более. Инферно минусует некита. Спайк 2. Хай гранаты. Точнее 1 хай гранаты. И как раз таки. Забирает двоих игроков. В итоге на этом раунд у нас кончается. И вот теперь. Будет самая интересная заруба. Ложь. Веси редбулс. И вот теперь. Поехали. Три раунда отдали. Сейчас будет очень-очень весело. Меньше. Пауэр скилл. Меньше. Раздели наполовину. Получишь все. Так. Метод. Забирает Тузова. Хорошо. Прошел, так сказать, парнем поджим. Справились с Тузовым. Накинули на рампы. И теперь все нормально. Теперь у них все нормально. Они не лезут. И это на руку команде ложь. Такие дела. Метод. Забирает жесткого флеша на выходе с желтой. Плюс один на холодильнике. Йобо. Йобо. Один фраг. Некит. Один. Ну что ж такое. В плент выходит уже потихоньку коллектив редбулс. Но еще надо забрать как минимум одного игрока для хорошего расположения. Ну что. Не будет даже установки плента. Редбулс поплыли. Да ну. Не верю. Но все-таки мое сердце больше принадлежит команде ложь. Ребята. Гордость фаскапа. Вышли в финал. Взяли первую, вторую карту, так сказать. Одну из трех. Ну и вышли на третью. Но это так. Это правда. Так что такое. Одиннадцать восемь. Все. Просели. Редбулс потихоньку начинает проседать. А это. Как раз таким. Очень на руку. Ребятам из команды ложь. Метод. Метод. Отлично. Метод. Как справился-то с двумя игроками. Метод. Ай-яй-яй-яй. Под ноль. Практически под ноль. Нет. Рублей. Рублей, чувак. Не гривен. Рублей. Бригадир, хочу тебе сказать, что ты тоже как бы говорил, что парни отлетят практически сначала, да? Но видишь, это не так. Метод забирает. Не китай. Ситуация четыре в три. Два. Три красных игрока находятся у команды ложь. Но выпад на точку А практически успешен. Выпад на ОПН. Тузов. Застреливает метода. Последний Тони. Последний Тони. Один в три. Один в два. Отлично. Но все. Но на этом все. Двенадцатый раунд за Рэд Буллс. Двенадцать девять. Некит. Ой, да ладно. Некит просто разбирается с девяткой. И не дает шансов даже на то, чтобы что-то сделать. Метод. Что он повесил. Я не видел этот момент. Но я увидел три головы справа в окошке. И это, конечно, жесть. Это бог, так сказать. Метод минус четыре в раунде. Но благодаря методу этот раунд команда Рэд Буллс проигрывает. А ложь забирает свою копилку. Десять-двенадцать. Не, ну возможно. Но, по-моему, все-таки... Ну да, именно так ты говорил. Но все равно, знаешь, слышно, так сказать, по сообщению, что... Ну, не веришь. Не веришь в это так, чисто. Такое. Ну что ж, рампы отстрелили. Первый. Товарищ Ежов на размине. Дерзкий. Отлично. Отлично разбирается с Ежовым. Дальше некий... Та-та-та-та-та. Парни сыпятся. Рэд Буллс вроде бы были близки. Близки к ответу, но... Ничего у них не вышло после взятого одного раунда. Второго уже не взять. Но хотя Тузов. И у него АК. Лангеймер, ты сейчас получишь бан за флут. Одиннадцать-двенадцать. Я ставлю на все. Я ставлю экспрессы и на баскетбол, волейбол, теннис большой. На все, что есть на сайте parimatch.com. Могу экспрессик скинуть. Был один там. Если хочешь, напиши ВКонтакте, я тебе скину. Скриншот. Опять же некий и опять же метод. Ну, как-то повторяется. Ситуация при выходе на точку... Да, при выходе на точку дает два опен-фрага. Метод моментально разменивает. Вот тут жесткий флэш. Но парни отходят как-то потихоньку друг от друга. Вернее, одни отходят. А потом другие догоняют. Ну, это так, знаете, то туда, то туда. Нет, я не азартный. Ну, просто я никогда много не закидываю. Закидываю 15 гривен. И если получается, все отлично. Если получается, знаешь, как идет, так сказать, фартит. С 15 поднимаю там 500 тысяч и забираю. Я не азартный. Тузов забирает инферно. Есть фраг и есть опен под игроков атаки. Ну, и в этот раз они все-таки должны забирать тот раунд. Притом, это экономический у коллектива ложь. Йобо. Минус метод. Да уж. Два игрока. Спайк и Стони. И Тони, почему я говорю Стони? Некид забирает Тони. Спайк последний грот. В итоге он погибает. Товарищ Ежов с ним справляется. 14-11. Все. Переломный раунд может наступить. 500 гривен. В тысяч. Чувак, если бы я поднял 500 тысяч, я бы не занимался сейчас стримами. Но, судя по ценам, которые у нас в городе, может быть и занимался. 14-11. Раунд, который будет решать все. В этой третьей карте. Тони. Минус 1. Минус 2 от Тони. Минус 3. Чувак, просто проаркадил улицу и забрав троих игроков. Спокойно уже гуляет по оутсайду. Метод, завершающий фраг в раунде. Минус 2. И это 14-12. Как-то вы однотипно пишете. Ложь не поплыли. Видите? Как у них? Все так получается складно, так сказать, у коллектива. Ложь же. Они вот один раунд проиграли. Точнее, два. Потом экономически. А теперь нормально. Так, флэш минус спайк. Фух. Уже все. Не могу. Этот раунд разыгрывает так же аккуратно. Но пока 4 на 4. Тони уже получает порцию свинца. Но выхода на него нет. Дерзкий отстреливает жесткого флэша. Я хочу, чтобы мой прогноз удался. Инферно. Минус 1. Размен моментальный. Вот некита. Выпад на рампы. И пока у них-то получается, если бы не дерзкий. Один некит остается против двоих игроков. Плэнт на руках. Плэнт на руках. Опа. Минус метод. А теперь дерзкий красный. На камеру отыграл. Но дерзкий. Дерзкий-то справа. Нет. Посмотрите-ка, дает дерзкий отойти. И будет сейчас прыгать за ним. Не даст поставить пачку. Мне кажется, не даст. Если сейчас не спалится дерзкий, будет все хорошо. Для ложи. Да. Дерзкий дал поставить плэнт. Будет экономика у Red Bulls. Но это тринадцатый раунд за коллективом ложь. Хорошо, я тебе сейчас кину. Не, у нас очень все дорого. Ну, скажем, если... Ну, скажем так. У нас цены, как в Москве, оплатят так, как в Украине. Я думаю, этим все сказано. Потная. Очень потная игра. Ложь потеет. Особенно Инферно. Это видно невооруженным глазом. Что-то прогноз падает в цене. Да. Некит. Минус спайк. Играют такой полубай уже волевой Red Bulls. И они понимают, что им надо хотя бы установить пачку в этом раунде. Для того, чтобы на следующий раунд уже быть уверенным в своих силах. Ну, и насколько красные сейчас игроки Red Bulls, я думаю, вы видите на хозбарах. Так, перестрелочки. Отлично. Расстрел. Давай, дружище. Нет. Не выходит. По модельке практически нашивал чувак, но не получилось. 5 в 4. Ха-е граната. И сколько игроков улетит? Ни одного. Странно. Метод. Забирает жесткого флэша. Ситуация 4 в 4. Выпад будет. Будет выпад. Отлично. Тони справляется. Вот на холодильнике еще один игрок. На скрипе выходит. Некит. Отстрелил одного. Дерзкий. Минус некит. И тут на этом все. 26% здоровья и дерзкий 14-14. Но если ложь затащат этот лан-эвент, надо им шапку на сайте fastcap.net сделать большими буквами. Поздравляем. Или еще что-то в этом роде. Это, конечно, да. Гордость. Ложь. Это сила. Да, ты прав. Это сила жесткая. Волевой. Теперь редбулсы не спешат. Они присели. Они присели. Это видно. Они просто мансуют по плентам. Точнее, не по плентам, а по инсайдам. Это сейчас, конечно, ключевой раунд. Да нет, чувак. Не, ну, в принципе, после 14 часов эфира я мог сказать и такое. Метод. Минус тузов. Забирает одного. Так. Некит стреливает инферно. Не дают шансов выйти на точку А. Конечно. Там они располагаются очень хорошо. Тони. Та-та. Вот это уже попахивает провалом для лож. Ну, конечно, деньги у них будут. Жесткий пацан. Минус метод. Есть еще один игрок. Это Спайк. Улез в кишку. Это было видно. И знаю, где он находится. Минус один. Одного забирает. Но один против двоих будет тяжеловато. А плента продвигается к нему. Или нет? Нет. На рамп. На рамп. Позиция не очень удачная у Спайка. А вот с вилки выходит минус один. Делает Спайк. И тут. Рэдбулл забирают пятнадцатый раунд. Да. Самый важный раунд Рэдбулл взяли. Теперь либо победа. Либо овертаймы. С экономикой-то плохо. Я смотрю, у инферно вообще нет девайса. Там дигл. А нет. Все. Нарисовался девайс. Но также волевой. Там диглы. И такое. Прилетает дерзкому с голову. Дерзкому. Второй раз жбанно настреляли. Просто игроки. Ну, теперь все в руках. Рэдбулл. Либо выиграют. Либо будут овертаймы. А там уже 50 на 50 буквально. Так. Все равно не спешат сейчас. Просто дерзкому осталью уже мало хп. Играет на информацию спайк. На запуск, так сказать, на мейн. А вот сейчас будет интересно. Все. Мет отдает информацию и отходит. На рампах располагаются уже два игрока. Выпад есть. Метод один. Фраг разменивает. Разменивает йобо. Верно. Верно. Проход на рампы. Дерзкий красный. Инферно. Отличный выпад. Сделал инферно. Ситуация 3 в 4. Сейчас решается судьба сегодняшнего лан-эвента. Кто выйдет чемпионом? Ну, ай, дерзкий. Один фраг разминивает моментально его йобо. 16 хп. Ну, а Тузов. Тузов в одну дверь. Тут в другую. И теперь шансы, конечно, где-то 60 на 40 у команды Red Bulls. Хорошо, что есть дефюс киты у Тони. Зря полезь сюда. Дефюс киты, если его заберут, будет очень все плохо. Тузов забирает одного Тони. С ним также справляется. Один в один. По Тузову есть информация. Хочет отфлэшить чувака. Но этого не будет. Садится дефайт от Толова. И Тузов ставит точку в сегодняшней встрече, в сегодняшнем лан-эвенте. Поздравляем команду Red Bulls с вторым чемпионством, если я не ошибаюсь. Ну, скажем так, мартовским чемпионством. Да, марш вроде месяц был с утра. Да. Мартовские чемпионы Red Bulls 2015 года. Поздравляем с победой. Ну и на этом лан-эвент завершен.